Два дня назад закончился прием документов во все вузы страны. Конкурсную ситуацию теперь ничто не изменит. Ровно в 14.00 в ЧГУ, как и было обещано, вывесили списки всех, кто подал документы, успешно перешагнув минимальные проходные баллы по ЕГЭ. Аня мечтает учиться на экономическом. Единые госэкзамены сдала почти на отлично. Нет, я действительно не могла себя найти. А Дашка увидела еще одни списки, я там есть. Причем в числе первых. Значит и бюджетное место почти в кармане. Но до этого еще нужно подождать несколько дней. У Маши 166 баллов по ЕГЭ. Поступают на журналистику и филологию надеются пройти на бюджет. Я подвал на журналистику, но там моего имени нет, значит я туда не прохожу. На самом деле это не так. Эти списки по сути ничего не решают, только констатируют факты, кто куда подал заявление, сколько у кого баллов, какие документы предоставлены. Время сверяться и оценивать шансы исправлять ошибки. Например, Лиза поступает второй год подряд и вроде бы все подводные камни знает. Присылали оригиналы, а написано, что копии. Сейчас пойдем разбираться. И правильно, для этого в том числе опубликованы сегодня списки. Для Наташи первокурсницы ЧИГУ все это уже пройденный этап, а она переживает за подруг тех, кто сейчас поступает. В том числе на связях у нас было 10 бюджетных мест, ну не так как-то мы волновались по этому поводу, но здесь два бюджетных места, столько желающих. Число бюджетных мест по гуманитарным, педагогическим и экономическим направлениям действительно снизилось. Зато на других факультетах вполне можно выучиться за казенный счет. Количество бюджетных мест определяют в федеральном центре. Мы не можем влиять. Мы направили свои предложения в объеме прошлого года, нам сократили. На технических специальностях вообще здесь ситуация такая, достаточно благоприятная для абитуриента, потому что мест много, а конкурс не очень высокий. Очень многие пройдут. Списки рекомендованных к зачислению появятся 30 июля. И главная задача абитуриентов в ближайшие дни определиться и отнести подлинники аттестата и свидетельства о ЕГЭ на нужный факультет. Те, кто этого не сделает до 16.00 4 августа, выбывают из конкурса и в этом году не поступят ни в один институт. 5 августа зачисление в первую волну. В течение следующих нескольких дней абитуриентам предстоит определиться, особенно тем, кто подавал на несколько направлений обучения, на несколько специальностей, определиться своим выбором и принести оригиналы документов и заключить договоры, если это коммерческое. Я думаю, что здесь и помощь родителей, и помощь приемной комиссии будет очень важна. Второй волны может и не быть вовсе, если количество поданных оригиналов больше или равно числу бюджетных мест. Невостребованные места тоже заполнят. Это называется перепрофилирование. В каждом институте оно может проходить по-разному. В ЧГУ эта процедура пройдет 4 августа в 17 часов. Каждому из резерва предложат возможность учиться бесплатно.